Сегодня такой интересный семинар, посвященный сложным проблемам. Тромбомболия была непонятно, кто это лечит. На самом деле, в какой-то степени мезотериальной шемии тоже не очень понятно, кто это лечит. Не очень много по этому поводу есть доказательная база, есть рекомендации. Понятное дело, что мезотериальный тромбоз – это классическая хирургическая патология. Вот два основных документа, которые существуют 2017 года, рекомендации ЕСК по лечению периферических заболеваний. И относительно свежие, 2022 года, рекомендации сообщества по экстренной хирургии, посвященной острой мезотериальной шемии. Какая актуальность проблемы? Первое, о чем стоит сказать, что частота встречаемости мезотериальной шемии не совсем редкая. Да, она встречается там среди всех пациентов, один примерно тысяча пациентов госпитализированных. Но среди пациентов, у которых возникает острый живот, это может составлять до третьей патологии. Чем она опасна? Она опасна крайне высокой летальностью, к сожалению. 60-80% по данным исследований, регистры некоторые вообще показывают практически 100% летальность без экстренного вмешательства хирургического и эндоваскулярного. Поэтому эти больные крайне тяжелые, и эти больные на самом деле имеют множество причин. Основная причина, конечно, мезотериальная шемия – это артериальная. Сюда относятся тромбозы, эмболии, различные варианты воскулита или спонтанная диссекция. Венозная мезотериальная шемия тоже встречается. Это гетерогенная группа больных. В основе ее пациенты с онкологией, пациенты с развитием наследственных заболеваний. И венозная тромбоза, к сожалению, в настоящее время не имеет хирургического лечения. И подавляющее большинство этих пациентов ведется на консернативной терапии. Третий вариант – неоклюзирующие поражения. Это пациенты вторичной ишемии, как мы при инфаркте миокарда называем пациенты второго типа. Это пациенты, у которых наибольшее преимущество от лечения является лечение не мезотериальной ишемии, а основного заболевания, которое может быть обусловлено развитием гипомолемии, гипотензии или, например, септического шока. В структуре артериальной ишемии в основе лежит два заболевания. Первый – это тросклероз. Это заболевание, которое поражает большинство сосудов, вызывает причины, одной из основных причин инфаркта – поражение нижней конечности. Это треть причины инсультов ишемических, но в то же время это не самая частая причина. Самая частая причина мезотеральной ишемии – это все-таки эмболии. До 50% случаев пациенты с острой ишемией – это пациенты с эмболическим синдромом. Какая же клиническая картина? В основе клинической картины в подавляющем большинстве случаев лежит боль в животе. На самом деле текущие рекомендации, в том числе и рекомендации по экстренной хирургии, говорят о чем? О том, что если вы сталкиваетесь с нетипичными болями в животе, например, боли разлетая, вы не должны доказывать мезотеральную ишемию, вы должны исключить. То есть первый диагноз, который вы должны поставить, но мы с пациентами этим не работаем, это больше вопрос к хирургам, это исключение, конечно же, мезотеральной ишемии. В половине случаев у пациентов может возникать дисфагия, это может быть тошнота, это может быть рвота, жидкий стул. В третьих случаях или наличие крови, скорее свидетельствует уже о поздней стадии. Треть пациентов, как правило, имеет ряду симптомов, которые должна врача насторожить всегда, когда он с этим сталкивается. Первое – это боль в животе, второе – это диарея или рвота, и третье – наследующий источник эмболии. Большинство пациентов с мезотеральной ишемией на самом деле имеют в анамнезе или фибрилляцию пресердии или перенесенный инфаркт миокарда, потому что одна из основных причин, как я ранее сказал, мезотеральная ишемия – это эмболический синдром, как правило, из левых бассейнов. Почему так важно говорить о этой патологии? Потому что мы имеем дело с инфарктом, да, мы знаем правила двух часов, 120 минут золотые, мы знаем про инсульты, что пациентов нужно привести как можно раньше, но посмотрите, пожалуйста, с мезотеральной ишемией история примерно такая же. Каждые 6 часов удваивает летальность, то есть потеря времени катастрофическая, и здесь, безусловно, важна правильная диагностика. Что мы имеем в настоящее время в арсенале из диагностики? Ну, классическая обзорная рентгенография, ультразвук, лабораторные данные, КТА, МРТ, инвазивная ангиграфия или лапароскопия. Что из этого выбрать? Ну, в настоящее время обзорная рентгенография не говорит ни о чем. Смысл в пациентов с острыми астральной ишемией, его никакого нету. Ну, максимум, что вы можете увидеть, это позднюю стадию мезотеральной ишемии, когда уже случилась перфорация, свободный газ в брюшной полости или раздутые петли кирпичника. В СУЗИ история такая же. У здорового человека, конечно, вы можете посмотреть на ультразвуке аорту. Хорошо можно увидеть нисходящую аорту, можно увидеть основные сосуды, отходящие от аорты брюшной, чревный ствол, верхнюю брюшающую артерию. Пациенты с мезотеральной ишемией, пациенты тучные, они в этом очень сильно ограничены. Вам нужен крайне высокого класса ультразвуковой специалист, чтобы вообще, в принципе, могли что-то увидеть. Поэтому, кроме жидкости брюшной полости, которая вам, скорее всего, ни о чем не скажет, к сожалению, в этом плане ограничена. Что касается лабораторных данных, здесь тоже все неоднозначно. Есть додимер, который имеет крайне высокую чувствительность. Наличие острых болей в животе и положительный додимер с высокой долей вероятности говорит о наличии мезотеральной ишемии. В то же время, отсутствие додимера при остром животе не исключает мезотеральную ишемию. Поэтому этот показатель хоть и может использоваться, но не должен быть основным. Лактат, который одно время считался как хороший показатель мезотерального тромбоза, в настоящее время не рассматривается. Почему? Потому что на первых стадиях, когда наибольший эффект оказывается от правильного лечения, и, как правило, хирургического лечения, лактат активно утилизируется печенью. Поэтому, если вы увидели в крови у пациента лактат, скорее всего, это состояние уже терминальное, когда много кишки погибло, и тем самым вы эффект от лечения большого не получите. Что же является основным? По текущим рекомендациям, основной способ диагностики этой ишемии – это проведение ургентного КТА. Зачем нужно вообще КТА таким пациентам и что она может дать? Первое, что она может позволить, это определить целевой сегмент вмешательства. Наиболее часто, это примерно 2 трети пациентов с острым истеральной ишемией, которые требуют хирургического вмешательства, является поражение верхней брожежечной артерии. Это имеет свои особенности. Во-первых, это крупная артерия, во-вторых, у нее отхождение, в отличие от деревного ствола, под острым углом. Эмболы достаточно легко туда залетают, поэтому наиболее часто поражается именно она. Вот клинический пример. Это КТА в поперечном срезе, нисходящая аорта, начальный сегмент ствола верхней брожежечной артерии. Мы видим, что в максимальном его отделе, до места его бифуркации, находится острый эмболический тромбоз. Так это выглядит на ангиографии. Мы можем увидеть его размер, что здесь стандартные инструменты могут нам не помочь, поэтому нужны широкопосветные катетеры, и тем самым уже с хирургической тактикой определиться. Какие пациенты выигрывают, и каких нам нужно брать? Ну вот смотрите, два примера. Первое – это КТ пациента через три часа от острой медицинальной ишемии. Мы можем вообще никаких признаков не увидеть этой медицинальной ишемии, кроме окклюзии, поэтому, конечно, КТА является здесь золотым стандартом. И вот второй пациент – это пациент, у которого прошло уже больше 12 часов. Мы видим, что есть раздутые петли кишечника, уже в малом тазу появляется газ брюшной полости, и такой пациент относится к категории уже терминальных пациентов. Здесь, конечно же, требуется экстренная лапаротомия с удалением части кишечника, с лечением перитонита, и, к сожалению, этому пациенту эндоскулярное лечение не очень будет эффективно. Важно, чтобы врач, который занимается КТ-диагностикой, обладал базовыми знаниями по диагностике острой медицинальной ишемии. Почему? Потому что на КТ видны ранние признаки. И самое, что важно, на КТ видны признаки тогда, когда пациента нужно вести на экстренную лапароскопию и не тратить время на ангиографию. Если вы видите пневматоз кишечника, газ в портальной вене, свободный внутрибрюшной воздух, уменьшение и отсутствие висцерального усиления, пневматоз стенки кишки, это, как правило, говорит о трансмуральном некрозе и, как правило, гибели большей части кишки. Вот они основные признаки КТ-диагностики. Самый благоприятный признак, который вы можете увидеть, так называемый симптом мишени. Когда внутренняя оболочка имеет такое светлое усиление, это связано с тем, что именно там начинается отек, и там накапливается контрастный препарат, такая же оболочка серозная, и вместе они создают такое мишень. Это благоприятный признак, если пациент с остро-шемией и большей частью кишки выглядит именно так. Это пациент, который требует экстренной реперфузии, требует экстренной реперфузии в операционной. И вторая ситуация, когда вы видите, что стенка истончена, появился уже газ, газ может появляться в стенке кишки, в брюшной полости. Это пациент, который не должен терять время и поехать, конечно же, на экстренную лапаротомию с удалением части некорротизированного кишечника. Клинический пример того самого пациента. 14 часов от начала ишемии. Мы видим уже появление газа в свободной стенке, истончение стенки кишки, свободный газ и пневматоз по типу пергаментной бумаги, когда стенка кишки из четырех слоев превращается фактически в один. Трансмуральная ишемия. Какие способы лечения мы в настоящее время имеем? Ну, два основных способа, только консервативная терапия или медикаментозная терапия или хирургия. Как из этого выбрать? В основе нехирургического лечения оно должно быть обязательно проведено всем больным, вне зависимости от тактики лежит несколько параметров. Первый – это контроль жидкости. Да, вы прекрасно знаете, что кишка имеет большое протяжение, поэтому пациенты, особенно после реперфузии, очень часто из-за капиллярного наполнения теряют большой объем жидкости, и в первые сутки может потребоваться до нескольких десятков литров эту жидкость восполнять. Если пациент находится в шоке, то вы должны максимально избегать вазопрессорной поддержки, особенно использования норадреналина. Почему? Потому что норадреналин способен усиливать ишемию из-за провоцирования спазма в медицинсеральных артериях. С временем компенсация метаболического ацидоза. Метаболический ацидоз является краеугольным камнем, и очень правильно, когда пациентам с медицинсеральной ишемией сразу берут газовый состав крови, и очень важно сразу компенсировать. Почему? Потому что такие пациенты, если метаболический ацидоз будет пропущен, быстро могут попасть у вас на инвазивную вентиляцию легких, и, соответственно, ухудшится их клинический прогноз. Но электролитные нарушения, вы, думаю, тоже прекрасно знаете. Гиперкалиемия – это одна из причин смертности в раннем периоде этих пациентов. Рациональное назначение антибактериальной терапии. Всем пациентам без выбора широкий спектр антибиотиков как можно раньше. Почему? Ишемия вызывает транслокацию бактерий. В кишке большое количество микробов, которые, к сожалению, могут привести к сепсису. И как можно ранее начало широкой антибактериальной терапии всем пациентам в данном случае показано. Основной способ лечения метаболитозного – это, конечно же, нефракционированный гепарин. Особенно это в случаях тромбоза венозного. Это является единственным методом лечения. Как можно более раннего начала таким пациентам необходимо. В случае развития и подозрения на мезодеральную шемию вторичного генеза, лечение хирургическое здесь не показано и должно быть проведено лечение основного заболевания. Компенсированы полиорганы недостаточности. И назогастральная декомпрессия. Ее часто упускают. Хотя достоверно показано, что назогастральная декомпрессия обеспечивает уменьшение в дальнейшем размера резекции кишки. Сравнение двух методов лечения – хирургическое и консервативное. Что из этого лучше? Но на эту тему есть не очень большая доказательная база, но с очень четкими цифрами. Вот 104 пациента в период с конца 90-х годов до нулевых было пролечено двумя методами. Без ревоскуляризации и с ревоскуляризации достоверна динамика в повышенной смертности той группы больных, где хирургическая тактика не рассматривалась. Об этом нам говорит много клинических метанализов, что в настоящее время основной способ лечения пациентов, пациентов с острыми эзотеральными шеми, это именно хирургическая стратегия. Как из этих двух вариантов выбрать? Открытое хирургии или эндоваскулярное лечение? Старая работа, но тем не менее, четко показывает динамику. Пациенты с 90-х годов, пациенты с 2000-х годов, пролечены хирургически, пролечены эндоваскулярно, и мы видим, что смертность пациентов с эндоваскулярным лечением практически в два раза меньше. Те же самые данные по метанализам. Совокупно 4,5 тысячи пациентов. Из них каждый четвертый пролечен эндоваскулярно, и мы видим, что в группе эндоваскулярного лечения смертность в полтора раза меньше, чем в группе только хирургического терапии. И это, собственно говоря, отражено в рекомендациях. У пациентов с острой окклюзией верхней брожевочной артерии эндоваскулярная терапия должна быть рассмотрена в качестве первой линии терапии для эндоваскуляризации. И если это необходимо, вы можете применять оба этих метода, в том числе эндоваскулярное лечение при открытой хирургической тактике, о которой мы поговорим в дальнейшем. В чем же преимущество и почему эндоваскулярная методика выигрывает? Ну, во-первых, уменьшается количество лопаротомии, а это хирургическая травма, что, безусловно, утяжеляет лечение этих больных. Во-вторых, это уменьшение вероятности резекции кишки. И, в-третьих, это уменьшение операционной травмы временной на ИВЛ. Какие методы мы в настоящее время используем? Ну, основной метод, который мы применяем, по крайней мере, в нашей клинике, это тромбоэктомия. Существует много девайсов. Вот вам прекрасно известен этот девайс Индиго. В настоящее время он наиболее популярен для лечения мезотеральной ишемии. Есть множество широкопосветных катетеров большого диаметра. Да, это катетер Зума. Катетеры можно использовать в стенд-ретривере. И вот клинический пример. Острые окклюзии в проксимальном сегменте верхней брожежечной артерии. И видите, что раскрывается стенд-ретривер в этом месте. После его раскрытия появляется кровоток, и тромб был успешно экстрагирован. В чем минусы? Ну, основные минусы, они также известны. Высокая стоимость. Есть необходимость врача, который выполняет манипуляции, владеть этими техниками. Они тоже имеют свои особенности. И в случае массивного тромбоза, особенность это тромб плотный, тромб старый. К сожалению, наши методики могут быть неэффективны. Особенно это касается нейроинструментов, которые, конечно, приспособлены для другого диаметра сосудов. Что лучше, мануальная или механическая тромбоктомия? Ну, в нашей практике мы стараемся пользоваться теми же методами, которые мы используем при лечении шимического инсульта. Но вот интересная работа системы Индиго сравнивала лечение механическое и мануальное. Оказалось, что никакой разницы нет. Обратите внимание, несмотря на то, что система Индиго очень популярна. И многие кейсы, многие конгрессы, посвященные этой теме, они в основном позиционируют эту систему. Но даже с пользой этой системы, 8-ми франчовой системы, эффективность экстракции достигается лишь в 80% случаев. То есть 20% случаев, к сожалению, оказываются неудачными. Если мы посмотрим, в принципе, как нам эндоскулярно лечить мецентральную шимию, то мы найдем интересные данные. Это исследование 22-го года, есть 23-го года, даже недавно вышла работа 24-го года. И она иллюстрирует то, что мы не знаем, какие инструменты использовать. Вот этот регистр с 2012 по 2020 годы пролечили 28 пациентов. И врачи перепробовали все возможные инструменты. И хирургическое амблоктомие, и экстракторы, и аспирация, и Индиго. Все сюда вошло. Оказалось, что если вы хоть что-то используете, вероятность выжить этих пациентов, она кратно выше. Из 18 пациентов, 13 пациентов получили успех в эндоскулярном лечении. У 5% успеха было не получено. И все, кто были не пролечены, к сожалению, умерли. Наш опыт применения инструментов. В основном катеризация устья и брежечной артерии нами используется диагностикой. Мы применяем катетеры GR, интермаммарный катетер, COBRA 1. В качестве проводникового катетера мы используем 6 или 8 френчевые GR. Очень неплохо себя показывает AL 6 френчевый, XB 6 френчей и NeuronMax для выполнения методик для иштемического инсульта, который мы применяем. Аспирационные катетеры, которые есть в нашем доступе, это ИС-60, ИС-68, SOFIA 5 френчей и SOFIA+. Ну и ретриверы тоже все размеры, которые мы стандартно используем при лечении иштемического инсульта. Вот такие тромбы мы достаем при использовании аспирационных методик. Вот пациент клинический, окклюзия в средней третьей верхней брежечной артерии. Мы видим достаточно неплохой клинический результат. Обратите внимание, да, все дистальное русло, оно спавшееся. Очень часто после реперфузии мы видим такой генерализованный спазм, он не требует никакого лечения. И, как правило, если вы вовремя сделали экстракцию, он разрешается самостоятельно. Селективный лизис. Ну, селективный лизис в одно время был таким палочкой-вручалочкой, когда не было методик, связанных с эндоскулярным лечением. Но что мы имели от селективного лизиса, да, есть хороший результат. Да, вы можете получить хороший кровоток, но у ряда пациентов все равно оказывается осложнение, которое мы видели при тромбоэмболии, видим при инфарктах. Это геморрагические инсульты. Особенно опасно у пациентов, у которых уже есть трансмуральная ишемия, ввиду более высокого риска возникновения гематоперитонеума. Низкая эффективность при крупных эмболиях, и все равно почти половина пациентов после селективного лизиса едут на лапаротомию с резекцией кишки. Антеградное стентирование – это вариант лечения тех пациентов, у которых есть не эмболический генез, а атеротромботический. Тактики здесь разнятся. Бывает очень сложно восстановить кровоток из-за размера сегмента. Мы применяем стенды периферические, коронарные, например, стенд с окклюзией и бифуркацией верхней брожечной артерии. И по итогу вот такой стенд периферический. Мы видим, что дистально образовался окклюзий на бифуркации. Пришлось сделать такую методику штанов с хорошим географическим и удаленным клиническим результатом. Какие минусы? Необходимо принимать двойную терапию. В случае сложных методик высока вероятность дистальной эмболизации, высока вероятность тромбоза стента, выраженная перекалибровка осмольпозиции, опять же риски тромбозов и риск прорезания или выдавливания фрагментов тромба с последующей окклюзией и тем самым отсутствием финального хорошего кровотока. Ретроградное стентирование методика описана. В хирургии некоторое время применяли, в настоящее время практически не используется хорошо в тех случаях, когда вам необходимо сделать экстренную лапаротомию. И у пациента, например, есть атеросклероз устьевой. И сразу вы можете сделать в операционной под рентгенской опии стентирование. Основные минусы, опять же, двойная терапия, подходит только для устьевых поражений, необходимость выполнять повторную лапаротомию всем пациентам и более высокую летальность по сравнению с малым вазимным доступом. Ну вот данные пациентов по эндоскулярному лечению, 3000 пациентов пролечено, что оказалось, что среди всех пациентов, которые лечили эндоскулярно, в отличие от пациентов только хирургической стратегии, резекция кишки происходит только в четверти случаев. Это почти в два раза меньше, что, в принципе, показывает эффективность эндоскулярного лечения и как можно более ранее ее необходимость. Это современный алгоритм, который предполагает обследование этих пациентов и о чем нам говорит. Первое. Когда вы сталкиваетесь с острой эзотеральной ишемией, вы, конечно же, должны ориентироваться на клинику. И как только вы заподозрили эзотеральную ишемию, вы должны пациента отправить на КТ. Параллельно начинается базовая терапия. Незамедлительно выполнение КТ определяет два важных параметра. Это наличие или отсутствие перитонита. Если у пациента перитонита нет, привлекается мультидисциплинарная команда, которая решает, может ли у пациента технически быть выполнен эндоскулярно. Если да, то все пациенты незамедлительно отправляются на эндоскулярное лечение. Если этот пациент по определенным причинам быть эндоскулярно выполнен не может, ему показана незамедлительная хирургическая тактика с попыткой ревскалиризации целевого сегмента. Если же пациент имеет, допустим, распространенный перитонит, онкология или эндоскулярное лечение недоступно, то здесь вполне возможно рассмотрение палиативной терапии и отказ от дальнейшего вмешательства. Клинические примеры пациентов. Пациент 87 лет, жалобы на острую боль в эпигастре, усиливающиеся при давлении за два часа до госпитализации. При физикальном осмотре мы видим распространенную болезненность, такой разлитой острый абдоминальный синдром. В анамнезе у пациента фибрилляция предсердия и известно, что антикогулятор терапии не принимал. ЭКГ имеет хроническое уже ранее выявляющее левооблокады ножки, лево ножки почка ГИСа, синусовый ритм. И вот что мы видим в лабораторных данных. На ЭКГ низкая фракция с изначением верхушечного отдела. В анализах выражен ликоцитоз, в биохимии повышенный додимер. По УЗИ венок справа выявлен тромбоз внутренней подвздошной вены и свободной жидкости по ультразвуку не обнаружено. Что мы видим на КТА? Мы с вами видим окклюзию в верхней брожечной артерии. До максимального дела. Коллеги, какая была стратегия, чтобы вы делали в данной ситуации? Стали бы лечить пациента этого? То есть вы стали бы брать пациента этого, лечить или остановиться на географии? А можно я в конце, просто не хочу раскрывать карты моего взгляда, у меня не другой взгляд на этих пациентов? Ну это такой классический пример того пациента. Это, да, мы видим максимально практически окклюзию, есть несколько ветвей в базальных отделах отходящих пациента. Такого характера поражение имеет самую большую летальность. Поэтому даже если вы хоть как-то восстановите кровоток хотя бы по части этого сегментов, вы значительно улучшите их прогнозы. Конечно, вмешательство этим пациентам показано, но в данном случае мы выполняем стандартные методики, которые у нас применяются, катетеры большого диаметра, штифринчевый, нервн, макс, с аспирацией или прямой аспирацией, катетерами широкопросветными для дистальной аспирации из 68 или из 60. Вот мы видим дистальное заведение, оно бывает очень премлематично у этих пациентов, поэтому мы используем методики параллельных проводников. 14-й проводник с ним параллельно 35-й проводник и аспирация из области кровоснабжения в восходящей части толстой кишки. Фуллап через 12 часов после выполнения выполнил лапароскопии, данных за некроз кишки не получено, жидкости в брюшной полости нет, в дальнейшем на серии УЗИ жидкость не определялась, течение заболевания сложнее с мочевой эффекцией, сепсиса, успешно была проведена медикаментозная терапия и пациент в хорошем состоянии выписан был на 14-е сутки. Второй клинический пример. Пациент 65 лет, периодически возникающий боли в животе, рвота, за 2 дня до госпитализации проходил обследование в онкологическом центре и выявили опухоль ободочной кишки. На ЭКГ синусовой ритм без особых изменений. В лабораторных данных мы обращаем внимание на выраженную анемию, лейкоцитоз, фракция выброса у пациента сохранена и свободной жидкости по данным ультразвука у пациента не обнаружена. Что мы видим на КТ? На КТ мы видим такую картину, что от начала сетевого сегмента верхней боли в животе артерии есть крупный дефект наполнения, который частично ограничивает кровоток, но полностью его не окклюзирует. Вот та самая опухоль, которая была выявлена ранее. Это рак поперечно-ободочной кишки с активным накоплением фармпрепарата, инфильтрация окружающей тканей. Пациент был в экстренном порядке консультирован сосудистым хирургом, потому что мы имеем дело с устьевой окклюзией. Крайне редко, когда тромб застревает на этом месте, ему всегда легче пролететь дистальный отдел. Поэтому, когда возникает тромбоз лиустья или вот такой вот флотирующий тромб, свисающий с устья, это, как правило, стеноз или атеротромбоз ин-ситу. Поэтому пациент был консультирован сосудистым хирургом, однако в оперативном лечении ему было по понятным причинам отказано из онкологического процесса. На утро возобновление интенсивных абдоминальных болей, нарастание лактата, и этого пациента было принято решение взять на экстренную инвазивную ангиографию. Вот мы выполняем инвазивную ангиографию. Мы видим, что в устье, в самом устье, сегмент с флотальным стенозом, с тромбозом. И вот причина, по которой возникла повторная острая ишемия. Часть этого тромба, который свисал с устьем, оторвался, улетел дистально, вызывав обструкцию кровотока и тем самым провоцировав клинику. Этот пациент тоже прекрасный кандидат для эндоскулярной аспирации. С использованием катетера ИС-68 была выполнена экстракция тромба из указанного сегмента. И дальше возникает вопрос, что делать с устьем. Какие мнения, коллеги, есть? Предлагаю стантировать. Стантировать хороший вариант. В чем проблема этого варианта? Пациент с онкологией, пациент с тяжелой анемией. Да, высокая вероятность, что процесс, который у него возник с ободочной кишки, он может быть связан с кровотечением. Мы этого не знаем до конца, но это высоковероятно. Стантировав устье этого пациента, вы, безусловно, улучшите в данном случае ситуацию по этой артерии. Но в глобальном плане, скорее всего, для пациента это будет плохо. Пациент окажется на двойной терапии, пациент окажется в рисках тромбоза, если двойную терапию отменить. И мы решили от стантирования воздержаться. Пациенту было назначено только моно-антитербестарной терапией аспирином. В дальнейшем на серии ультразвука жидкость брюшной полости не определялась. И на четвертой сутки пациент был выполнен в удовлетворительном состоянии для комбинированного лечения уже в онкологическом центре с применением реконструкции верхней божественной артерии и удалением опухолей кишки. Слышал комментарий, что слишком большой размер для стента. А какой размер от сосуда был? Около девяти. Девять он примерно. Ну, я думаю, что здесь, конечно, можно ставить стенты без двойной терапии. В какое-то время развитие нашей специальности так и было, но я не думаю, что здесь в зале есть люди, которые стандируют подвздошные артерии без двойной терапии. Поэтому всегда это риск тромбоза. Конечно, стенты 10 миллиметров вероятность тромбоза меньше, но она сохраняется, поэтому создать тромбоз стент у пациента с онкологией, ну, не знаю. Ну, больной с онкологией это отдельный, да, отдельный вид пациентов, у которых гиперагрегация и риск тромбоза всего, что только есть. Но с другой стороны, действительно, еще вариант, вот говорят, баллонную пластику. Вариант хороший на самом деле, но здесь вопрос наличия исключительно баллона. Если у вас есть. Нет, исходная тромбоз, который был, возник у пациента, во-первых, вообще без терапии дезагрегреганта. Это первое. Второе. Тромбоз, который возник на устье и мигрировал, он был экстрагирован. Это второе. Третье. Здесь есть остаточный стеноз устья ВБА, 60-70%. Но проблема этого пациента заключается не в этом стенозе. Проблема заключается пациента в том, что это хороший кандидат для открытой хирургии. И в целом она была бы возможна при условии того, если бы у нее не было острой менструальной шимии. От него хирургии просто отказались. Там, скорее всего, просто накладывается, там стенозы устья червяного стола нет. Нет, точно. Потому что на КЦ картинка очень похожая. Вы, конечно, сложный ребус задали сразу, вторым кейсом показывая пациент онкологии. Нет, правильно, все, конечно, это да. Но, смотрите, у нас вообще онкология плюс эндоваскулярная хирургия – это очень большая проблема, нерешенная. И каждый пациент – это как ребус, да? Что первичнее? Опухоль убирать, стентировать. Или стентировать, назначать, потом опухоль убирать. Ну, вот очень такой, конечно, скользкий момент. Тут все случаи хороши. И этот случай хорош тем, вашей тактикой, что вы пациента выписали. Вы победители в этом случае. Молодцы. Ну, здесь стоит заметить, что вы не просто выписали этого пациента. Это не тот пациент, когда вы выписываете, и он идет домой. Это пациент, которого забрали в онкологический центр уже на комбинированное лечение. Случай скорее иллюстрирует то, что, безусловно, этому пациенту могли поставить стенд, и могли также выписать его. Вопрос лишь в том, что было бы с ним в дальнейшем. И что с ним делали бы уже хирурги в онкологической клинике. Насколько я знаю, у меня есть знакомые онкологи, они не очень любят вонтерапию, особенно оперируют на ней пациентов онкологических. Поэтому, ну, вопрос хороший, но устевые поражения – это та часть, которая, к сожалению, и это относится ко всем бассейнам, самая проблемная для всех вмешательств. И, конечно, есть возможность устевого поражения сделать открытая хирургическая, сделать реконструкцию. Это, наверное, одна из самых оптимальных и возможных стратегий здесь. Это основной вопрос, на самом деле, к эндоускулярному хирургу. Что сложнее, поставить стенд или не поставить? Иногда не поставить сложнее бывает. Тут еще вопрос про то, что там происходит с чревным стволом, с ним, знаешь, брюжеечного этого пациента. Там я понял, про что вы говорите, это так выглядит просто. Там стонос, он скорее больше как кинкинг, чем стонос, процентов 40 был. Анатомическая особенность. Ну и основные выводы, которые можно сделать, что, конечно, краеугольный камень во всем лечении – это диагностика. Для того, чтобы вы могли получить наилучшие результаты по этим пациентам, здесь, наверное, самая большая проблема, которую мы до сих пор имеем в кардиологии – это взаимодействие эндоускулярного хирурга, хирурга, который, по сути, выполняет часть лечения и основного лечащего врача. Не всегда бывает так, что хирурги имеют контакт хороший с эндоускулярными специалистами, имея в виду общие хирурги. Поэтому это очень важно. Она так приходит. У нас, по-первых, такое было, что нам давали этих пациентов, когда все остальное уже невозможно. Желопароскопию сделали, там вроде что-то удалили, что-то нет, пациент дальше болит, а давайте что-то сделаем, и пациент к нам попадает в позднем периоде, и, конечно, результаты будут плохие. И здесь, условно, важно наладить взаимодействие, чтобы пациенты, которые имеют мезотральную шимии, как можно раньше попадали к вам на стол, и в этом плане очень сильно попадает КТ. Если по КТ вы видите, что есть острая окклюзия, если по КТ вы видите, что нет признаков некроза кишки, нету свободного газа, здесь не нужно делать тысячу консилиумов. У вас есть методики, и в настоящее время они доступны, которые позволят вам сделать эндоскулярное лечение без имплантации стента, особенно если это дело касается эмболии. И, конечно же, нужно понимать, что даже если вы спасли хоть не все, хотя бы половину или треть, это все равно уменьшит объем резекции кишки. Чем больше кишки сохранится у пациента, тем лучше будет этот прогноз. Но и решение, безусловно, должна быть принимать мультикоманда в каждом конкретном случае. Спасибо большое. У меня масса вопросов, и не только к вам, но и ко всей аудитории. Я вам расскажу, как обычно происходят варианты взаимодействия с хирургами по поводу проблем с мезентериальными сосудами. Вариант номер один. Хирурги смотрят больного, подозревают проблему с кровоснабжением кишечника, назначают КТ-ангиографию. На КТ-ангиографию специалист лучевой диагностики говорит, что он нашел окклюзию, допустим, верхней брыжеечной артерии, после чего хирург говорит, вот пусть эндоваскулярный хирург проконсультирует, решит, что делать, а потом меня зовите. Есть у кого-то такое или нет? Есть, есть, я знаю. Пусть он этого больного и лечит. Это же сосудистая проблема, проблема сосудистая. Пусть эндоваскулярный хирург. Что говорит эндоваскулярный хирург? Во! А что вы мне на стол дадите больному, у которого все погибло, что я там открывать буду? Делайте лапароскопию, доказывайте, что кишка жива, что же я буду это все делать, потому что результат будет не очень хороший, да? Потому что эндоваскулярный хирург хочет открыть сосуд к тому органу, который еще жив, а не мертв. Это тоже можно понять. И здесь есть сложности, два варианта подходов в мире. Подход номер один. Убедиться вместе с хирургом, что это действительно острая история, а не хроническая окклюзированная верхняя брыжеечная артерия, а симптомы, которые возникли, просто заколола в животе, ерунда какая-то, да? И по большому счету ишемии кишечника нет. Каждую неделю у меня какой-нибудь звонок, ой, нашли стеноз или окклюзию брыжеечной артерии, пожалуйста, быстренько решите, что делать. Там оказывается, что в больном котенгиографию по другой причине делали, болевого синдрома вообще нет, случайно выявлено, да? На всякий случай. Вы напишите там, надо, не надо, да? Может ли эндоваскулярный хирург, если не въехал эту проблему, брать и начать эту окклюзию реконализировать хроническую? Может иногда. Да, видели такие случаи. Подход, подход, подходы, вот команда эта, когда, ну в мире это радиолог, интервенционный хирург, варианта два. Вариант номер один. Если клинически все понимают, что это острая история, остро закрыт сосуд, то эндоваскулярный хирург, неважно, мертвая там, не мертвая, не подтверждая ничего, открывает этот сосуд, потому что время важно, после этого делается лапароскопия, и решает вопрос, что делать. Или ничего не делать, если кишка оживает, все нормально, или делать резекцию в пределах здорового кишечника, но эта резекция будет меньше, и остальная ткань будет хорошо зашивать, и проблемы с анастомозом, обычно они выводят кишку наружу, обычно делают. Или после лапароскопия говорят, к сожалению, все погибло. Да, мы понимаем, дорогой эндоваскулярный хирург, что ты поставил сосуд, да, к сожалению, в этом случае не поможет, но у других больных, быть может, это поможет. Я знаю стационары в Европе, в Штатах, и очень распространено это, например, в Эмиратах, когда они вначале открывают сосуд, а потом смотрят, что там с кишкой. Подход номер два, вот такой, я так придерживался этого. Ребят, ну сделайте лапароскопию, решите, что там живо, может, там все мертво, что я буду лезть, да. Доказывается жизнеспособность кишки, после этого делается эндоваскулярное вмешательство. Против второго подхода есть несколько минусов. Минус номер один. Теряется время на эту лапароскопию, много времени теряется. Второй ответ на вопрос, а жива кишка или нет, они могут сказать, ну где-то некроз есть, а хрен его знает, может, в бассейне что-то еще живое. Как я тебе по лапароскопии на этот вопрос окончательно отвечу, да, и ответа опять нет, поэтому я не знаю, что делать. Мне кажется, нужен гибридный подход. Бывает такая ситуация, действительно, когда приезжает больной, живот горой, давно симптоматика, мы делаем КТ, там газ в кишке везде, там все мертвое, ну уже нечего и делать, да, нечего спасать. А если ситуация, когда все еще не умерло по КТ, да, то, наверное, стоит вначале делать эндоваскулярное вмешательство, а после этого хирург будет решать, можно что-то спасти в животе или нет. Я думаю, что, наверное, вот так стоит делать. Да. А как долго делать вмешательство? По времени в смысле? Да. Пока не устанешь. До утра обычно. То есть пока не будет некроза кишки. Или сделать сосудистую операцию. Вот как долго эндоваскулярное вмешательство надо делать? Ну, понятно, что если удалось за 5 минут, понятно, да. А вот не удается. Сосудистые. Формально сосудистые варианты реканализации артерии есть. Более того, есть гибридный подход, даже когда сосудистую делать фогорт-эмболоктомию. После этого, прямо в ревергеноперационный. После этого делать стентирование, если надо, допустим, если это тромботический генез, ретроградно ставят стенд в гибридные операционные. Реально в мире это практически не делается. В Эмиратах, вот там, где я присутствовал на большой сессии, в начале прошлого года, где это обсуждали, они, сказали, практически отказались от сосудистой хирургии в пользу эндоваскулярных методик. Сосудистая хирургия, это больше про хроническую историю. Когда остановиться? Я не знаю. Я не знаю. Это вот основной вопрос в эндоваскулярной хирургии, когда остановиться. Это вот... Когда ожог у пациента на спине вылез уже. Когда электричество в районе закончилось. Я вот... Можно, да, Дмитрий Владимирович? Да. Вот да, вот мне кажется, вот гибридный подход сейчас... Нас оснастили некоторые клиники, ну, которые особенно занимаются вот этими флагманские центры, у которых есть, в том числе и мы. У нас есть гибридные, нормальные, операционные. Думаю, что, наверное, даже можно разработать алгоритм одновременного какого-то вот этого взаимодействия всего. Потому что там абсолютно удобно это делать. И стойка есть, и лапароскопическая, и такая, и сякая, и труба правильно подходит, и наркоз можно провести пациенту нормально. Мне нравится эта идея. Вот это интересно, да. Все есть для этого. Даже нас почему-то мы не просили, но наш гибрид оснастили ангиоджетом. Тоже можно применить. Да, еще одним, да. Подарок от шеф-повара. Да, поэтому, но я думаю, что реально нужно собраться в стационаре со своими хирургами и обсудить, как с этим действовать. Мы как-то собирались, но фиговато собирались, например, у нас сейчас еще до конца понимания нет, хотя мы уже много лет организируем эти сосуды. И полного понимания нет. Вот я чувствую, что нам нужно будет сесть с нашими хирургами, еще раз и разработать протокол, потому что каждый раз действие зависит от того, кто из сосудистых дежурит и кто у меня из эндоваскулярных дежурит. По-разному. Да, абсолютно по-разному действует каждый раз. Очень важно, чтобы еще и КТ-специалист, который занимается этой проблемой, он должен был осведомлен, потому что там и протокол КТ, он есть свою специфику, имеет. Нужно сделать три КТ фактически до ведения контраста, контрастно и после контраста. И на КТ на самом деле есть очень много признаков того, острая ишемия или, например, хроническая ишемия с обострением на фоне какого-то вторичного процесса. Например, у пациента есть две окклюзии хронических, да, и тяжелая, там, условно, анемия, как у последнего пациента была на фоне онкологии, это может быть вторичная ишемия, вообще не надо трогать, ему надо прилить результатную массу и отправить лечить его онкологию. что мы имеем из доказательной базы и о чем нам говорит из того опыта, который не очень большой во всем мире имеется, что пациенты, безусловно, тяжелые, пациенты умирают в большом количестве, хоть какая-либо помощь, но быстро оказанная, она достоверно снижает летальность. Это та ситуация, где если вы хоть что-то сделали, но сделали это быстро, это лучше, чем не сделать ничего. Это нужно понимать. Но и безусловно, здесь краеугольный камень, что не вы, не вы смотрите пациента. То есть, да, кардиологи у нас в России потрясающе. Они все всегда подают только УКС с подъемом, это инфаркт обязательно, как и без подъема. Никаких ошибок. Никаких ошибок. Хирурги тоже потрясающе, но нужно, наверное, здесь как-то вместе в каждой клинике сесть и договориться, каких вы пациентов берете. Вот, например, по поводу лапароскопии, делать ее до или после. Но я просто скажу по тому опыту, который у себя наблюдал. У нас регулярно, если мы отправляем на лапароскопию, хоть это разные корпуса, мы теряем от 4 до 6 часов. Перевести, найти перевозку в операционный, анестезиолог, где-то и ходит на другой операции, туда пришел, сюда пришел. И у нас даже есть два случая, где мы лапароскопию делали прям в региооперационной. Единственный минус этой сестры потом... Объясню, как это время уходит. Вам позвонили, из лучей, сказали, хирург, у нас есть больной, там проблема с мезотериальным сосудом, еще что-то такое, придите, консультируйте еще. И он говорит, ну а вы вначале жизнеспособность кишки там определите, а потом уже определимся. Пока это информация до хирурга, пока они решат, потом хирург где-то оперирует, потом они решают, сомневаются еще, потом, да фигню они говорят, там, поднимай больную, в реанимацию, разберемся, потом, когда будет сделана лапароскопия, я узнаю, что вот у меня, вот утром звонили, а что-то, блин, прошло несколько часов, а и какого-то фидбэка нет. Отзваниваешься, и говорит, мы берем на лапароскопию. Ничего себе, да? Потому что... Ну, да, это общая история, это вот наш, мы рассказываем нашу проблему, которая у нас, да, потому что и мы не правы, а может быть, мы не правы, может быть, надо было брать сразу к нам, да, если... На самом деле, есть хорошая методика, называется ультразвук кишечника с очень потрясающей информативностью, ишемия кишки, которая прилежит, даже раздутого, к стенке, очень хорошо оказывается видно. Чувствия высоченная, просто, например, мы не умеем это смотреть, я не знаю, умеют ли у нас эти хирурги... Здесь нужен просто, да, уровень человека, который... Да, это уровень, это отдельная история. Из института Склифосовского была защита кандидатская, Вишневского, и у вас есть, да, у вас есть девочки, которые смотрят на ультразвуки кишки, и очень классные картинки показывали. Там защита была по стронгуляционной кишечной непроходимости, но поговорили о том, а как легко ли понять, что кишка не кровоснабжается, все же раздуто, газ, она говорит, да, но на самом деле это не проблема, кишка прижимается к стенке, кишку можно посмотреть и четко сказать, что там кровотока нет, даже если ты не видишь эту брожечную артерию, для меня это открытие, потрясающая история, то, о чем я не знал, да. Да, 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 да. А я для этого с вами разговариваю, чтобы рассказать, что Склиф происходит. Нет, там классные врачи ультразвука совершенно, да, вот. Второй вопрос, который у меня есть, а что, у нас есть инструмент для мезонтериального сосуда? Нет. Инструмент для мезонтериального сосуда это инструмент для другого сосуда. в правильных руках просто. Я на самом деле, ну, смотрите, если брать эндоваскулярную хирургию, то размер, но эмблоктомия больше всего зависит от того, какого размера этот сосуд. По размеру верхняя брыжеечная обычно близка к внутренней сонной. И все, что работает во внутренней сонной, с моей точки зрения, у нас классно работает и в брыжеечных, я эти инструменты точно такие же очень люблю. Из проксималов, вольных отделов хорошо и классно использовать катет, гайд-катетеры, которые внутри шестифранчевые, например, тот же Нерон Макс, мы любим его использовать здесь, заворачивать, заводить. Классно сосет, убирает огромные массы. Дистальнее, ниже можно аспирационные катетеры типа из 68-го, Софии Плюс, где поменьше можно маленькую 5 Софии или из 60-х. Все это мы использовали довольно эффективно. Ретривер, шестерка, там без сосудов сопоставим, тоже огромные массы выдергивали. Да, это все тоже работает. Вариант прижать стентом тромб тоже надо работать, потому что не можешь извлечь его, и ты прижимаешь его стентом. Для брыжеечной артерии мы периодически используем есть непокрытые стенты, баллоны расширяемые, дешевые, стоят 7 тысяч, производятся в Сибири, 6 миллиметров, 7, 8, восьмерка до девятки раскрывается. Да, да, это за 8 тысяч рублей, как же называется, синус? Синус, да, синус. Совершенно простой дешевый вариант большого стента, большого стента в большой сосуд, ну, что там растонос будет, да, или периферические баллоны расширяемые использовать. Да, self-expanding, просто поскольку устье периодически приходится стентировать тяжело, потому что его тяжело, ну, выцелить, попасть, с моей точки зрения, да. Кто чем еще пользуется, коллеги, в брыжеечной артерии? У нас есть пенумбра, также есть аспирекс, но мы его использовали уже несколько раз с рутерексом. В принципе, если не получается аспирировать пенумброй, то есть у нас и пенумбра есть, и также мы прибегаем к рутерексу. Были несколько кейсов, в принципе, удачные, хорошие. По поводу тактики доступа через плечевую артерию, потому что проще, удобно зайти сверху, и мы через нижнюю, через общебедренную мы не идем. Мы используем только плечевой доступ при мезонтериальном тромбозах. Тактика с хирургами, мы, естественно, хирурги, мы находимся в одном корпусе, естественно, они, если определяют мезонтериальный тромбоз, они приглашают нас в КТ. То есть мы вместе обсуждаем и сразу с КТ, потому что у нас рядом через стенку и они завозят сразу в ангиографию. И потом уже решаем, если клиника есть, делают контроль на КТ, у нас КТшники определяют жизнеспособность кишечника, естественно, если какие-то вопросы возникают по ишемии дальнейшей, то они уже берут на лапароскопию. То есть у нас с хирургами хороший контакт и они заинтересованы, чтобы спасти этих пациентов и заинтересованы в ангиографии. Хороший пример, да, правильная организация? Да, да, да. Сейчас в кулуарах я разговаривал с одним хирургом, и который сказал мне то же самое ощущение от компании Philips, когда хирурги работают, ощущение, которое было раньше у нас, то, что я вам говорил про разрыв миокарда, про массивную телу и про мезентериальный тромбоз. К мезентериальным тромбозам всегда относились как к естественному течению событий смерти, как к инкурабельному заболеванию. Сейчас это абсолютно превратилось в курабельное состояние. Мне кажется, основная проблема в том, что мы долго ждем, чтобы принять решение. Сто процентов. Что он не у нас, он у хирургов. Хирурги должны решиться, позвонить эндоваскулярному хирургу. Это не всегда происходит быстро. Кто-то быстро решает, кто-то не быстро решает. Кто-то не знает про эти методики. Эндоваскулярный хирург иногда не уверен в чем-то. Например, жива кишка. Действительно, ты сомневаешься, что ты возьмешь на стол. Тем более, в той области, в которой ты не очень чувствуешь. Ты же не стоишь на потоке больных этих с болями в животе. Ты не стоишь на остром животе, поступающей по скорой медицинской помощи. Не очень чувствуешь этих больных. Если больных уже с инсультом чувствуем, с ОКС мы понимаем, с конечностями уже примерно понимаем, потому что хирург с ними работает, то эти больные вообще какая-то терра инкогнито. Это бывает, 5 раз в год тебе отзвонятся. Ну, точнее, возьмешь на такую операцию, да, для крупного стационара, и ты не очень не это понимаешь. Поэтому вот эта вот история договориться с хирургами вместе, начать их лечить, это очень правильно. Тем более, что это состояние из абсолютно некурабельного происходит в курабельное. Как открыть артерию и сделать? Ну, действительно, у нас нет дедекейтных устройств, но нужно сделать все для того, чтобы восстановить кровоток, потому что без этого исход будет, ну, с огромным некрозом кишечника. Мне как-то некоторое время назад, когда я разговаривал с хирургами на эту тему, он говорит, а вот был у нас один кейс, закрылась верхняя брая женщина, мы удалили почти весь кишечник, женщина там до сих пор живет, там какая-то странная диета, тяжело ей жить, она выжила. Но это как редкие случаи, когда при почти субтотальном некрозе кишечника она живет на каких-то остатках тонкой и толстой кишки. Там вообще кусочки маленькие совсем остались. Ну, вот. Тут, мне кажется, мы можем помочь. В плане службы, мне кажется, есть хороший пример уже инсультной службы, где эндосклерозные специалисты взаимодействуют с КТ, тут вопрос только третьего звена, в виде общего хирурга. Если это налажен процесс, как у вас, это очень круто. Это хороший пример. А можно на микрофон? Ну, я просто даже нашел в своем телефоне примерные результаты. Да, вот это служба европейская, то есть, это был доклад, да, 37 пациентов, 92% успех, лапаротомия 73%, некрактомия, резекция кишки 40% и госпитальная летальность 27%, при 92% успешных реализации. То есть, доступ к плечо и, соответственно, Таратарекс был. То есть, мы как бы все равно должны говорить, что эти люди будут умирать, это тяжелые больные, поэтому, как бы тут, не надо, как бы рассказывать, то есть, если мы уберем, то все будет хорошо. Но это команда, это прям, на самом деле, была какая-то служба, которая практически КТ, я не знаю, чуть ли не с аппендицитом, всем делали КТ, с контрастом для того, чтобы исключить мезонтериальный тромбоз. Мысль обратная, не то, что мы уберем хорошо, мысль другая. Если мы не уберем, скорее всего, все плохо будет. В этом идее. По поводу жизни без кишечника, то есть, есть такая операция, на самом деле, выполняется еще, наверное, может быть редкость. Если делается для похудения резекция тонкого кишечника, там до метра убирают, ой, метр оставляют, то есть, меньше метра нельзя оставить, все остальное убирают. И вот эти женщины худеют на этом фоне. То есть, 11 метров 10 убрали, а 1 метр оставили. Там, как бы, если больше метра 50 оставишь, то эффекта не будет. Меньше оставишь, умирают от элементарных нарушений. Можно эмболизировать кишечник так, чтобы остаток жила.